Ну что, всем привет, с вами Водя, ребята, и это Влад А4, кто последний заговорит, получит 10 тысяч долларов ченниж. То есть, походу, пацаны будут всё время молчать. Я напоминаю, второй канал, там уже вышло сегодня новое видео, переходите, подписывайтесь, первая ссылка в описании. Там ежедневно выходят игры, и включайте уведомления, потому что пока там не будет включено 80% людей, кто подписан на канал, включено уведомление, я не выложу там хоррор-игру, я обещал на 80%, на 70% где-то так. Ну там даже 40 вроде нет, или 43. И всем привет, меня зовут Влад А4, Кобяков, милый пёсик. Кобя... погодите, нет, не Кобяков вернулся, Глент вернулся. Глент и Серёга, и добро пожаловать в... Стой, погодите, он в прошлом ролике был, чему я удивляюсь. ...видео, которое называется, кто последний заговорит, получит, ребята, 10 тысяч баксов от меня. Хочешь деньги? Да. Хочешь деньги, хочешь? Ну скажи, скажи да. Да! Хочешь деньги? А-а-а, всё, я понял. В этом ролике... До меня долго доходит. ...разговаривать буду только я. Ребята должны молчать, и не сдавать ни единого звука. 9 октября у меня день рождения, ребята, вот давайте сделаем 2 миллиона на канале, 2 миллиона. Включите уведомления на нашем ютуб-канале, включите их. И, кстати, я проводил опрос в сообществе в ютубе на нашем канале. Пожалуйста, там проголосуйте, во сколько вам удобнее смотреть ролики. Но я, как понял, 60% проголосовало за то, чтобы мы смотрели ролики в 11-12 в час. Выкладывали. Как только кто-то говорит хотя бы писк, вы выбываете из игры. Всё понятно? Не слышу. Да! А, точно, нельзя заговорить. Ну а я... Ну я первый проиграл, походу. Я, в свою очередь, буду делать всё, чтобы ребята заговорили. Буду их раздражать, бесить, пугать, придумывать им разные челленджи и задания. И тот, кто продержится дольше всех, получит кэш. Вот, ребята, наглядный пример, как при помощи батона и денег усмирить этих ребят. Ладно, пацаны, мы ещё не начали. У вас есть одна минута, 60 секунд, чтобы выговорить, рассказать всё, что вы хотите. И мы начинаем, время пошло. Одна минута. Меня зовут Глент, подписывайтесь на мой канал, да? Это пёсик, мы снимаем ролик, ставьте лайки, ставьте лайки, ставьте лайки, ставьте лайки, ставьте лайки. Я это дерево, я вижу, я себя хорошо чувствую, я сегодня буду побеждать. Я всё плохо чувствую, я сегодня буду побеждать. Я победил. Стоп! Всё, начинай. Ой, ну что, ребята, вы даже себе не представляете, как хорошо, когда вы молчите. Мы приехали в отдельный дом. И тишина, природка, никаких звуков. Ой, хорошо. О, пацаны, я придумал, как развлечься. Погнали, в караоке попоём. Влад, как всегда, в своём репертуаре, молодец. Нет, ладно. Влад, хочешь прикол? Не понял. А, гугл-переводчик. Знаете, что я понял, что телефон Глента 10 тысяч долларов точно уже не выиграет. Какой? Как будет называться канал Влад А4, если с него уйдём мы? Как? Влад А1. Шутники, раз вы так решили, заговори. Заговори. Влад А1. Вы поняли, да? Тогда я пойду готовить. Разве так решили заговорить. Для вас челленджи и усложнения. Иди, иди. Вот для тебя я особенно постараюсь. Посмотрите ж. Не, ну надо было. Ааааа! И с переводчиком. Кто у меня есть? Неа. Сейчас подойду к пацанам. И как шлёпну, начну с Серёги. Пойдёмте его искать. Смотрите, вон Серёга. Красавец сидит, а? Молчит. Обалдеть, ну и что, Серёга? Молчит, молчит, понял. Подышишь? Ну, ну, ну надо... Ну, да. Офигеть, ребята, оно так бомбануло. Серёга, ну тебе реально не повезло. А от звука этих штук вот реально хочется выговориться, заговорить. Просто невозможно молчать. А что ты думал? Будет просто на кону. Десять тысяч баксов. Аааа! Десять тысяч баксов, это... Это пипец. Вот это прикольно. Я напоминаю, уже второй ролик вышел на втором канале. Нашем. Вот, там уже 105. Давайте 150 тысяч подписанных зрителей им сделаем до моего день рождения. Там ежедневно выходят игры, поэтому подписывайтесь. И на основной канал наш тоже подписывайтесь и включайте уведомления. Два миллиона надо сделать. Кул. Ладно, идём дальше. О, сидит. Тихо, тихо, погнали. Гленту пофиг. Не понял. Ээ, ты чё? Ты чё, глухой? Ааа, я тут музыкой решил позаниматься. Ааа. Не, давай. Короче, у Глента были наушники с шумоподавлением, и они подавили весь шум. Так, ладно. Нет, прикольно, на самом деле, очень интересный челлендж. Есть идея, раз он в наушниках, можно ему позвонить. А потом в телефон, как баба. Сири, поз... Звони Гленту. Родной человек. В смысле, а почему там говорит, позвони Гленту, а там пишется родной человек, не поймаю. Так, ну что, сказал что-нибудь? Сказал, мы все записали. Ничего не было? Ну ладно, ладно, еще не вечер. Еще не вечер, согласен. Ладно, Глент не заорал, но Кобяков-то завяжет, как пузька. Ну-ка, ну-ка, вот мне интересно, как Кобяков себя сейчас поведет. Ребят, я так верю в эти тарелочки, надеюсь, на Кобякове хотя бы сработает. Ты где? Кстати, ребят, напишите в комменты, сколько бы вы могли молчать за 10 тысяч баксов, а? За 10 тысяч? Сутки спокойно, даже двое суток. Я бы просто включал ролики и молча бы смотрел с вами. Отвечаю. Пробуйте представить, ни единого слова. Кобяков. Ах, это... В смысле, а? Кобяков, ты че? Ах ты. Че удумал, да? Он и там закрылся. Ну сиди там. Блин, Серега с Глентом постоянно сидят в телефонах. Хитрый. Как будет называться твой канал, если мы уйдем с канала? Влад А1. Почему это было очень смешно? Это какой-то чит. Я думал, им будет сложно, а им наоборот весело. Сидишь в телефоне, снимаешься в роликах. Какая-то легкотня. Давайте-ка я заберу, ребят, телефоны, чтобы челлендж стал поинтересней. Так, кто там у нас первый? Серега. Стоит. Серега, Серега, ну что? Может ты с кем-то уже по телефону разговаривал, нет? Точно? Дай посмотрю. Ага. Ага, что, Серега, невысокий, да? Нет, 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 нет. Я отдам, нет, я отдам. Хочешь телефон, да? Я тебе его могу отдать за одно волшебное слово. За любое. Пожалуйста. Любое слово сейчас будет волшебным. А? Ну нет, так нет. Телефончик-то теперь у меня. Для Кобякова я подготовил кое-что посерьезнее. Я... Верно. Я попробую выкрасть его телефон. Подпишу себя как маму и начну ему названивать. Ребята, вы представьте, ну как это можно маму не поднять? Это чисто... Конечно, еще бы. Ну и Кобяков-то парень у нас непростой. Погдай. Хорош. Так. Так. Мама, фотку удалить. Все, ребята, это просто идеальное преступление. Смотрите. Мама. А кто это тебе звонит? Кто это звонит? Покажи, покажи, покажи. Мама. Мама? Поднимай маму. Ты что? Она же расстроится. Она же волнуется тебя. Где ты? Ну это жестко, Кобяков. Маму не поднял. Ну за 10 тысяч не поднять маму, это жестко. Кобяков, ну не ожидал, не ожидал. Только самые отважные могут сбросить маму. Молодец. Блин, это был один из самых сильных приемов. Кобяков. Может сейчас папа позвонит? Давай, папа. Ах ты вы... С мамой не протонул, значит с папой получится. Держу. Напишите в комментариях, вот вы бы сколько бы реально не разговаривали за 10 тысяч долларов. Я отвечаю, я бы ролики просто молча бы смотрел с вами. Конечно, вы бы смеялись, угорали бы, сказали бы, ты хрен ли молчишь. Блин, надо думать новое. Я напоминаю, первая ссылка в описании на наш второй топ-канал. Приколы. Там выходят игры ежедневно. Завтра выйдут ролики в 11.30 и в 12.30 по Москве. Потому что вы просили выкладывать ролики в 11.12 в час. Короче, на основном канале будут выходить ролики в 11, в 12. Это вот два ролика. А третий ролик будет выходить вечером. На втором канале в 11.30 и в 12.30 будут выходить два ролика. Я думаю, вы поняли аналогию. Ну, я попробую, посмотрю, посмотрю, сколько просмотров будет, сколько зрителей посмотрят. Если актива будет больше, то я, конечно, буду выкладывать с утра лучше вам. СМС-ка какая-то пришла. Смотрите, смотрите. Кобяков написал, мамочка, мамуля, мамуся. Я не могу говорить на съемках в буфе. Кобяков, ты что? Ладно, это осталось. Это было жестко. Погнали, посмотрим, что там у Глента. Остался Глент. Вот, он без телефона точно с ума сойдет. Ну, это жестко, да. Я думаю, что он первым. Глент вот точно любит в телефоне, потому что у него канал по технологиям разным. И вылетит. Технологиям? Погодите, не так сказал. Для этого я подготовил еще один. По игровой тематике, короче. Телефон, который очень похож на телефон. По технике. Глент. А так, стоп, стоп, стоять. Если подойдешь ко мне, хотя бы на 2 метра, я его отправлю в воду. Это жестко. Ну что, Глентик, играешь по моим правилам, да? Воу, Влад, это было жестко. Это через руку, через вторую руку, это было страшно. А ну и отстоять. Стой, стоять, тихо, не двигайся. Прими позу лебедя. Молодец. Ладно, Глентик, ты получишь его обратно, если скажешь хотя бы одно слово. Что? Побежал, побежал. Телефон доставай. Ты что, гонишь? А все. А что, ты не мог сказать слово, что ли? Ладно, Глентик, смотри. Вот твой телефон. Это был просто небольшой пранк, но теперь хватит в телефоне сидеть. Теперь ты играешь без телефона до конца всего челленджа. Я бы тоже обсерился от страха, если честно. Это было реально неожиданно. Вы что, шутите? Согласен. Серьезный ход. Сейчас рисовать будет? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, у него iPad есть. Ха-ха-ха. Вот это реально ржака. Лайк, лайк ставьте, комментарий, подписывайтесь на наш канал. Делайте вот эту кнопочку, чтобы она была серой. Чтобы было написано, вы подписаны. Чтобы не пропускать наши ролики. А то вы же не знаете, когда они у нас будут теперь выходить. Я попробую в 11-12 в час. Если все в порядке будет, то окей. Я буду выкладывать в это время. А вы включайте уведомления, чтобы самыми первыми быть. Смотрите, смотрите, смотрите. Я просто решил перекусить. Сейчас сделаю заказик. Все в ресторанах Макдональдс. Слушаю вас. Здравствуйте. Сейчас мои друзья сделают заказ. Говорите, что будете. Я оплачу все, 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 все покупки. Что, воды? Что, мячик хочешь? Футбольный мяч, баскетбольный. Слушаю вас заказ. Что это? Что, попкорн? Кобяков, я тебя не понимаю. Ага. Так, можно наггетсы? Одна порция наггетсов. Ладно, пацаны, раз вы ничего не хотите, тогда я сделаю заказ. Мне, пожалуйста, большую, вкусную, горячую, соленую картошку фри. Один сочный, горячий, большой Биг Мак. Можно еще один? Мне, я думаю, что мне два надо, чтобы наесться. Что, пацаны, что ты хочешь? Что-нибудь из напитков? И, пожалуйста, две трубочки дайте. Две трубочки для Кока-Колы. Большую, одну Кока-Колу. И две трубочки. Я думаю, это все. Ребята, мои друзья ничего не хотят. На диете, наверное. Все, спасибо. Спасибо вам. Пацаны, ну вы вообще какие-то странные. Я вам предложил все оплатить, а вы что-то... Молчите, да. Ладно, пацаны, я пойду кушать, а вы тут молчите. Опа. Опа. Так, картошечка. И два Биг Мака. И два Биг Мака. На самом деле, ребята, я не просто так заказал два Биг Мака. Чтобы перекусить, мне понадобится один Биг Мак. Второй в меня точно не влезет. Но, ребята, когда узнают, что здесь лежит Биг Мак, конечно же, захотят у меня его украсть. И чтобы их за это немножечко проучить и наказать, я налью табаско в Биг Мак. Вау. Вот это, кстати, прикольно. Ну давай, окей, налил. Ой, ну а я по всему пою. А я по всему пою, потому что пока все пойдет, да. Не понял. Это чем мы занимаемся? Это ж насколько должно быть скучно. Что-то в бильярд играть. Чтобы в бильярд играть. Бильярд. Бильярд, Сергей, а ты-то куда полез? На дворе 2020. Пацаны, мне за вас просто стыдно. Уже все игры в телефоне давно. Даже тот же бильярд есть в телефоне. Играли бы в нормальные игры. А4 убеги от хейтеров. Или бы прокачивали свои мозги в приложении А4 головоломки. Ну бильярд. Бильярд. А4 убеги от хейтеров. Я играл, если что, в нее на канале есть видео. И на втором канале выходил видос по этой игре. Поэтому переходите на второй канал. Первая ссылка в описании. Там мы играем в эту игру. Бильярд ужас. Фу, надо руки помыть. Короче, пацаны, отдай сюда. Все, чтобы я больше никаких бильярдов не видел. Ребята, вы тоже. Бильярд, все. 2020 год на дворе. Ладно, пацаны, смотрите. Сыграем с вами в небольшую игру. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прямо сейчас кто-то из вас может получить 1000 долларов, если скажет хотя бы одно слово. 1000, Кобяков. Хорошо. 2000. Давай 3000. Сергей, ну ты-то хотя бы, ну. Ладно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 3000. Пацаны, больше не предложу. 3000. Да. Что, берете? Хватай, вывешу. Они, они против Влада. Какие они хитрые, а? Ах вы, козлы. А ну сюда. А ну, вернули. Ааааа. Я же говорил, что-то попадется. Ну куда полез? Куда не свое берешь, а? Ну куда? Ну куда ты-то? Я-то думал, Кобяков попадет. Ну ты. Все получается, проиграл, заорал. Сколько ты туда табаско далил? Достаточно. Достаточно, чтобы от этого закричать. Просто с первого укуса. У меня как будто там костер рожжокся. Все мы знаем, как раз. Это жестко. Вот и табаско. Из-за бургера десятку проиграть, это, конечно... Из-за бургера, да-да-да. Жестко. Владос. Зачем? Ну, чтобы ты проиграл. Просто зачем так много табаско? Ну как тебе вообще мой челлендж? Как вообще, как держался? Как вообще, что считаешь? Как тебе без телефона? Сложно. Очень сложно было, когда ты выкинул телефон в водоем. Я испугался, я чуть не крикнул. И когда ты заорал мне в ухо, я тоже полностью обалдел. Я не знаю, как я сдержался. Ну что, Глентик, получается все про игры. Минус один. Получается все. Ну знаешь что, пацаны у меня только что украли 3000 баксов. Пойду-ка с этим. Глент, рот открывай, когда так делаешь. А то в закрытый рот как бы холодный воздух не попадет. Разбираться. Молодцы, пацаны. Правильно и сделали. Так, ребята, я бабки не выиграл. Надо ехать их зарабатывать. Поэтому сейчас я уезжаю отсюда и начинаю работать. Все, получается проиграл. Вот так вот, тупо. Пацаны уже не сдаются. Часов в семь. Так, а что это такое? Один спит, второй что, посмотрите. Подъем! Что спил? Что не заорали опять? Ну сколько можно уже? Вы вдвоем! Так, а это у него что такое? Это какой-то чит? Да ты что? Да, чтобы случайно не проговориться. Согласен, прикольная тема. У тебя что-нибудь интересного было? Майя ответил? Молодец. Так, давайте проверим. Мы знаем, что он маме ответил. Мы знаем, мы все знаем, Кобяков. Подработает. О, это было жестко. Как обычно у пацанов? Ничего интересного. Ну это все, это легко пока. Мини, я тебе принес батончик. Как дела? Что за батон готовы сделать? У тебя все хорошо, да? Эх, мини-мини, что же делать с пацанами? Они все молчат и молчат. Не переживай, я что-нибудь придумаю. Тараканов запусти, не знаю, змею гремучую. Это я говнюк. Вы замечали, что Кобяков дикий чистюля? Если он пачкается, он сразу начинает такой... О, блин, грязно. А что, если я возьму и разобью ему яйцо о башку? В доме у нас три душевых кабины. И понимаете, он пойдет в душ. Но это еще не все. Детали моего плана узнаете чуть-чуть попозже. Опять в телефоне сидишь, да? Понятно, понятно. Что не хочешь мне сказать? Ну, блин, он на все, он на все идет способы, потому что, ну, 10 тысяч долларов это немало. Ну ладно, тогда я пошел дальше. Человек мне это сделал, да? Спасибо. Хороший день. Душ, кстати, наверху. Фу, хватки. Ну и в котельной. А это бойлер. Здесь у нас горячая вода. И ее нужно что? Перекрыть. Все верно. Погнали. Ой, хорош, хитрый. И что? Блин, может я не тот кран перекрыл? Кобяков, ты там? Да, ему же нельзя ответить. Ладно, подождем. О, с легким паром. А сказать? Как тебе водичка? Нормально? Не холодная, не теплая? Как там вообще? Ага, так, вода прохладная. Ну, я не знаю, чего это, не знаю. А, пробовал горячую покрутить? И что? Ну ладно, иди, иди. Он холодный был, он его пофиг. Тогда дальше там. Ну, что? Нужен какой-то план. Задирает, задирает. Так, а где это пацаны? Посмотрите. Стремнуть решил. Я понял, почему люди не подписываются. Они просто не видят кнопку подписаться в этих очках. Спит. Сейчас я вернусь. Ну, спать это какой-то чит. Поэтому я его сейчас. И поиздеваюсь над ним. Ну, давай. Мне нужно заклеить ему уши. Как он не просыпается? Как он не просыпается? Ну, давай, я мотну. Жесть. Какой ужас. Зато у него будет кастомная версия мерча от самого дизайнера. Ну, давай. Сергей Антонов. Имя, фамилия. Имя, фамилия. Подписан на канал. Лайк ставишь на канале. Колокольчик. Призывайся. Серега, наверное, сейчас ничего не понимает. Надо это исправить. Серега, а тебя кто покусал так? Ты где был? На войне? Я понял, я тебя понял. Тебе стало жарко, Сергей? Да? Так я сейчас остужу. Не надо, сейчас все. Сейчас остынешь, сейчас остынешь. Не спеши. Сейчас все будет. Оп, еще одну секундочку. Ай, могу, Серега, тут удаешь. Что? Еще не остыл? А вот так, а вот так, а вот так. А что ты, спать удумал во время ролика? Ага, а так, а так. Все, я думаю, ты заговоришь. Хана ему. Ладно. Молчи. Серега, на самом деле, я тебя просто разыгрываю, потому что все пацаны давно уже сдались. Ты последний остался. Че? А что ты сразу не сказал? Ты дурак, зачем это все? А я пошутил только что. Да ладно! Че? Тогда я вам сейчас зол. Так, я пошел, я пошел, я пошел отсюда. Это не честно! Он его обманул. О, Кобяков, прикинь, я выбыл. Это что, получается, я выиграл? Я выиграл! Серега! Походу. 10 тысяч баксов мои. Подожди, а ты забыл еще про одного участника? Мы же начинали-то ролик все вместе. Да, 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 точно! И ты что, реально собаке подаришь 10 тысяч долларов? Да, вот такую вот многоходовочку я придумал. Хорош, внов, внов! Так весело издеваться над вами целый день, и зато видос классный сняли. Я человек честный, держи. 10 тысяч достаются. Десели. Это несправедливо. Ох, сколько же ты косточек купишь? Ну что, ребята, на этом все. Нет, крутой ролик, мне очень понравилось. Вам понравилось это видео, с вами был я, меня зовут Влад А4, Кобяков Серега! Глент где? А, вот так. А, Глент уехал. Ой, вот, богатый песик, всем... Ну, прикольная песня. А, Кобяков, это я знаю. Короче, ребята, напишите в комментариях, как вам видос. Мне лично понравился. Второй канал по ссылке в описании, подписывайтесь тоже на него. С вас я попрошу только поставить лайк, подписаться на наш с вами YouTube канал, включить уведомления. И, ребята, до новых роликов. С вами был Бодя. Всем пока.